ПЕСНЯ ПЕСНЯ Севастопольское Чувашское общество является первым и пока единственным в Крыму. Но по своей активности и результативности работы Чуваши признаны лидером Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя. Основанное в мае 2004 года Чувашское общество объединяет в своих рядах представителей самых разных профессий. Военных моряков, преподавателей, строителей, ученых, дружников агрофирм Севастопольского региона. Что отличает всех Чуваши от других обществ, так это свободное владение родным языком. Наверное, не случайно, почти сразу начал репетиции ансамбль Чувашской песни «Туслов». Мы любим Чувашскую песню, и мы не забыли свой родной язык. И поэтому мы выступаем на разных городских мероприятиях, играй гармонию, поим частушки, песни разные. Севастопольские Чуваши гордятся своими костюмами. Мы много лет их создавали, рассматривали множество разных вариантов. И у нас у каждого сейчас по два-три готовых костюма. Сегодня мы выступаем вот в таких костюмах, в которых мы обычно выступаем со сцены. Мы дружим с Крымским этнографическим музеем. И в музее выставлена Чувашская одежда, современная и старинная. В своей деятельности Чувашское общество делает акцент на сохранении и популяризацию старинных народных традиций. Всю любовь к своей родине мы стараемся передать жителям нашего города. Все наши традиции, обычаи мы выступаем не только перед взрослым населением, но и перед детьми. И поэтому работаем очень тесно со многими библиотеками, особенно с библиотекой Дружбы народов. Именно в библиотеке Дружбы народов проходили съемки фильма о Чувашах из цикла «Созвездие». Севастопольские чуваши показали инсценировки старинных обрядов – сатовство, традиционная свадьба, посиделка в Чувашской избе и современный обряд проводов «Парня в армию». До этого силами общества была осуществлена литературно-музыкальная постановка по поэме «Классика Чувашской литературы» Константина Иванова «Нарспи». В 2016 году с успехом прошел показ севастопольцам традиций старинного чувашского праздника Чуклеме. Не раз члены общества выступали с рассказами о Чувашии и чувашской культуре в тематических передачах севастопольских телеканалов. Севастопольские чуваши поддерживают тесную связь со своей исторической родиной и всегда рады встрече с земляками. Не раз бывали в гостях у севастопольцев известные чувашские артисты, общественные деятели, делегации Чувашского национального конгресса. А в июле 16-го года Севастополь принимал у себя Всечувашский Акатуй, объединивший на Крымской земле чувашей всей страны. В прошлом году Севастопольское чувашское общество отметило свое 15-летие. Подарком от правительства Севастополя стала поездка ансамбля чувашской песни «Туслах» в столице Чувашии на Всечувашский Акатуй. Эта незабываемая поездка была необычайно насыщенной. Встречи с земляками, представителями Чувашского национального конгресса, участие в мастер-классах, семинарах, благотворительные акции, творческий вечер ансамбля «Туслах» и посещение музеев и памятных мест, которыми так богато Чуваши. И, конечно, выступление на главной сцене чувашского Акатуя. Овернувшись из поездки, свой юбилей севастопольцы отметили большим тематическим вечером, посвященным родной Чувашии. На нем чествовали старейшин, отмечали активистов национально-культурного движения и принимали многочисленные поздравления. Друзья из Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя даже исполнили песню на чувашском языке, которую подхватил весь зал. ПЕСНЯ Верность родной земле никого не может оставить равнодушным. Тебе, родная Чуваша, песни нашей души и добрые дела. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok